Спасибо, что зашли. Всем приятного просмотра. Квестов, а вот выполнять пока не спешим. Интересно, есть в старом мире максимальное количество квестов, после которого нам просто перестанут его давать или они будут исчезать. Но пока что у нас задание вот сюда прийти. Пока что у нас задание как раз изучить зал мертвых и что там написано? Дом ужасов? Нет. Ой, я уже в них начинаю путаться. Белый флакон, это явно не то. Возможно в разном. Вот. Выяснить, что происходит в зале мертвых. Давайте выясним. Раз мы тут... Ого. Что происходит? Ого-го. Какие-то динамики как будто. Какие в Скайриме динамики? Вы что? Я чувствую в тебе голод. Он гложет тебя. Ты видишь мертвых и твой рот наполняется слюной. Правда, слегка голоден. Давайте перекусим. Угу. Так, что мы тут можем перекусить? Чтобы не быть слегка голодным яблочком. Вот. Не хотим пить, не хотим есть. Отлично. Теперь мы не чувствуем голод. Что здесь происходит? Не бойся этого. Я не стану чуждаться тебя за то, кто ты есть. Оставайся. Я расскажу тебе все, что твой разом. Я не буду забыть. Я не буду забыть. Я некроферилии или как-то называется не страдаю. Слушайте, все гробы пустые. Уже всех пожрали. Тебе довелось попробовать плотище в детстве, да? Братик умирал или сестра? Не, ты что? Несчастный случай, конечно. Что с тобой? А потом пришел голод, любопытство. А чем ты? Подумаешь? Один укус. Что такого? Какой еще укус? Меня что, превратят в оборотни? Не надо. У тебя есть подруга, которая тебя понимает. Эй, не надо никаких оборотней. Ты что? Я не каннибал. Многие из нас гонят память о первой трапезе. Слишком силен стыд. Но тебе не нужно больше скрываться. На мира госпожа разложения принимает тебя. У нее есть место, где мы сможем утолить наш голод и не быть судимыми. О чем ты, женщина? Что это за место? Внутри утесной пещеры. Правда, не так давно мертвые пробудились ото сна, и мне пришлось бежать сюда. Давай встретимся там. Мы вместе пробьемся в объятия на миры. Какая-то сумасшедшая женщина. Но мне скажи людям Маркарта, что их мертвых больше не побеспокоит. Нас ждет дело куда большего размаха. Хотя... Ой, куда это ты... Куда она подевалась? А бабенка-то ничего, симпатичная. У них тоже дроугаров? Угу. Сообщить верили, что зал мертвых, что зал мертвых безопасно. Хорошо, сообщим. Верили, но сначала разглядим тут все. Неужели всех сожрали? Вот совсем с потрохами, со всеми... С золотишком, камушками интересными. Совсем что ли, да? Я все еще здесь. У-у-у, грустняшки. Ну ладно, ладно, ладно. Я тебя прикрою. Где-то мы с вами оказались. По-моему, оказались не там, где надо. Руины. Эй, где это мы? Хотя, вроде и там. Или не там? Что-то... Ой, нет, не там совсем. Нам нужно вернуться. Ну я как обычно. Хотя... Время уже позднее. Девятьсот часов. Хотя мы и отдохнули с другой стороны. Но... Не, наверное, лучше пойти в таверну. Перекурнуть в таверне. А потом вернуться обратно. Ведьмина на стойку. Хорошо. Где здесь таверна, господа? Расскажите-ка мне, пожалуйста, где здесь таверна. Маркар, руины. Храм святилища Талоса. Таверна, серебряная кровь. Вот мы сейчас двинемся в эту таверну. Аккуратненько. На какую женщину подходит с оружием? Я... Извините, я уберу. 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 Все отлично. Все хорошо. Не волнуйтесь, господа. Я законопослушная гражданка. Ну, по крайней мере, большую часть времени. Это у нас таверна. Нет, это Скайрим. А где таверна? Вот таверна, да? Нет. Тогда это таверна. Можно держать ухо во строк. Братлет. Добро пожаловать. В таверне серебряная кровь. Есть крепкая выпивка и чистая комната. Мне... Да, комнату дай-ка, пожалуйста, мужик. Эй, мужик, дай мне комнату. Это, наверное, серебряная. Я не пойму, ты шутишь, что ли? На что тебе две комнаты? А, ну ладно. Запомни. Маркарте Эль дешевле крови. У меня уже есть комнаты? Интересно. Принадлежит не вам. А где тогда моя комната? Это? Во, моя. Ребятки, у меня к вам задание. Вы идите-ка отдохните. А я спать. На 9 часов. Я думаю, будет идеально. Все, 6 утра. Можно перекусить. Чем можно перекусить? Можно водичку выпить и съесть сыр. Сыр. Сыр у нас на все случаи жизни. Давай. Еще чуть-чуть. Все. И я хочу посмотреть, что у нас с водой. по-моему, вода у нас заканчивается. Вода. Вода. Родниковая. Хотя нет. У нас еще есть немножечко. Не уходи слишком далеко вперед. Все. Давайте действиям. Следовать, скажем своим спутникам. Ой. И пойдемте, господа. Нас ждут великие дела. А что мне делать? Из дома? Ммм. Что? Кто тут уже? Ты закрываешь? Да. Нужно что-то? Ммм. Ммм. Этому мы будем мучить свою дочь. Что происходит? Мама, почему вы с папой ссоритесь? Мама, почему вы с папой ссоритесь? Мама, почему вы с папой ссоритесь? Мама, не ссоритесь. Где ты живете? Моя семья обосновалась здесь столетия назад. Понятно. Ну, возможно, тебе интересно узнать о затейливой резьбе по... Вот. Мне как раз нужно отправить посылку Калсельма. Хорошо, отправлю. Да, да. Он получит посылку. Может, он и сложный человек. Но я уверена, что он оценит твою помощь. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. Нам нужно кому-то сообщить, что все в порядке. Ой, что-то там такое сверкает. А, это, видимо, какой-то бак случился, да? Я подумала, вау, какие-то драгоценности сверкает. Надо его скорее забрать, пока никто не увидел. Ну-ка, все в порядке. А, это не ты? А где-то похож, и телосложение похоже. Ладно. Тогда... Где то, что нам нужно? Вот это вот то, что нам нужно? Да, похоже оно. Бежим скорее сообщать приятные вести. Кому там сообщить приятные вести. Здесь вот он вроде... Ой, а вот мы уже искали зачарование. Точно оно тут, оказывается, все это время было. О, привет, мужики. Я занят исследователем. Что такое? Что ты тут делаешь? Раскопки закрыты. Мне больше не нужны ни рабочие, ни охрана. Раскопки? Чо я взял? Развалины под Маркартом. Множество артефактов, на исследования которых у меня ушло уже две человеческих жизни. Ого. Скушите билет. Без целочки хоть знаешь кто я. А выглядит неправильно. Самый признанный исследователь Двемеров на всем Тамриэле. А мне никто покоя не дает. Ну извините, извините. Я... Прошу прощения. Я что-то разволновался. Да, действительно. Немножечко так совсем. Я тут в разгаре очень... Разволновался. Мне не следовало орать. Угу. Чего ты хочешь? У меня посылка от Кера. У меня посылка от Керы? Да ладно. Откуда? Ну ладно. Бери. Ах да, верно. Я вечно забываю к ней зайти. Бедная Кера. Да чего терпеливая женщина. Что ж, тебя надо как-то наградить за труд. Конечно. Я только за. Давай. Давай. Золото. Я замечал, что люди его любят. Конечно. И каджитки его любят. Охранник сказал, что ты владелец музея Двемеров. Верно. Это место, где я вношу в каталог свои находки. Время от времени приходит Ярл и задает вопросы, но, по счастью, довольно редко. Я тебя впущу, если сделаешь кое-что для меня. В Чуанзеле есть огромная паучиха. Мои рабочие называют ее Нимхе, отравленная. Если разберешься с Нимхе, я пущу тебя и на раскопки, и в свой музей Двемеров. Надо ли оно мне? Что скажешь? Ладно, справимся мы с твоей паучихой. Энтузиазм? Отлично. Вот тебе ключ, чтобы попасть на раскопки. Ты изучаешь Двемеров? Да. Их история и культура окружают нас в Маркарте повсюду. Это раса камнерезов, ремесленников и инженеров. Они изобрели машины и построили удивительные подземные города, где изучали такие силы, что могли поспорить с самими богами. А затем мы до сих пор не знаем точно, когда именно они исчезли. Понятно. Целый народ, все сразу оставили после себя только свои творения. Зачем тебе охранники? Ну, хотя бы для того, чтобы защитить мое исследование. Понятно. К тому же вести раскопки в Чуанзеле опасно. А меня, значит, посылаешь на какую-то паучиху, да? Ну, привет. Я племянник Колсельма. Не давай моему дяде углубляться, что я заняты следовать. А что у тебя есть на продаже? Вот. Ну, давай. Вы движетесь тише в течение 180 секунд. Вот, кстати, вот это интересное. Интересный том. Можно его взять, проглушение шагов. Чтобы тише двигаться. Тише травы. Тише воды ниже травы. Давайте купим, что ли. Деньги есть. Чтоб не купить. Призв... О! Да! Мы докачались до призванного лука! Еееей! Ура! Берем. Ничего себе у него стоимость. Но это стоит того. Наконец-то у нас есть призванный лук. Та-та-та-та. И выучиваем то, что мы у него купили. Самое главное. Я так рада, наконец-то мы до него докачались. Еееей! У-ху! У-у! Красота! И сразу его выставляем, от этого лука можно от эльфийского избавляться, наверное, да, выставим его сразу, сразу-сразу, дабы выплыть, мужество, но на F, да, на приглашение, шагов, все берем, и призванный лук, вот он, призванный меч уже не нужен, убираем, да, даже и зомби эти нам тоже сейчас не нужны, чтобы не занимали место, исцеляющие руки, а, вот, восстанавливает 10 дней здоровья, цели в секунду, не действует на нежность от ранахов и машины, вот, можем восстанавливать здоровье нашим спутникам, Ну что ж, давайте сразу расставим все, приглушение шагов мы не будем никуда ставить, тут призванный, ой, что такое, призванный лук на единицы будет, вот, приглушение шагов не знаю, на что выставлять, А слушайте, так мы сразу можем прокачать наши навыки, наверное, да, что у нас, колдовство 42, странно, до 50 не докачалось, а уже смогла купить лук, очень странно, но, но приятно, что мы можем, такой мистический призыв, вот, вот этот, мы уже можем выучить, что он делает, призванное оружие захватывает души врагов, вот, берем, моментально, Потому что мы используем теперь лук, так что оружие наше будет захватывать, ей, что еще мы можем прокачать такое интересное, ученик школы колдовства, заклинание школы колдовства, уровень ученика расходует вдвое меньше магии, но это пока, наверное, не знаю, призванный от ранахи существует вдвое дольше, а здесь поднятая нежить, нет, не интересно, Призванный от ранахи на 50% сильнее, парные души, вот мы до этого, кстати, штуки должны докачаться, это нас очень и очень даже интересует, давайте посмотрим, что у нас с чем? Ну, красноречие у нас только качается неплохо, давайте посмотрим, что у нас со стрельбой, вот чего, избыточное натяжение, луки наносят, вот, это нам нужно точно, шикарно, крит нам тоже нужен, но не хватает на него, да? При прицеливании с приближением вида время замедляется на 50%, тоже не хватает, а на это тоже не хватает, на это все уже не хватает, к сожалению. Ну, что мы можем еще качать? Ну, пока я сосредоточилась на стрельбе и колдовстве, нам, конечно, не помешает прокачка зачарования, что у нас там зачарование делает, посмотрим. Новое зачарование сильнее на 20%, качнуть или нет? Ну, давайте качнем, потому что мы будем прокачивать зачарование. Ну, и оставшуюся одно очко мы потратим на колдовство, на что именно, на какое колдовство? Призыватель, вы можете призывать атронахов или поднимать нежить на втрое большем расстоянии, это вообще не нужно качать, я его качала ради вот этого. Призывные атронахи существуют вдвое дольше, да, вот, вот теперь у нас что-то интересное, я даже сохранюсь, потому что мы много чего сделали. Мужик, освободи, я хочу, я хочу заняться этим. Отвали им. Я потерял сегодня несколько страданий, запарывается в буре. Ну, что же, мы вроде как все сделали, я большинство вещей зачаровала на здоровье, посмотрим, что у нас получилось. Странно, а это откуда, почему у меня их два теперь стало? Я вроде на блок ничего не зачаровывала. Хорошо. Вот, две единицы всего лишь увеличивая здоровье, ну да, слабенько, слабенько. Но это хоть что-то, согласитесь, это лучше, чем совсем ничего. Идем, 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 идем. Куда идем? Идем, наверное, в магазин сдавать все эти вещи лишние. Где выход тут? Нет, выход там. Побыстрее всего идем продавать. Та-та-та-та-та-та-та. Ой, у нас новый уровень, давайте качнем. Давайте качнем. Ну, магию качнем еще разочек. Ой, ну, здоровье. Ой, и у нас две, две, что мы тут можем? Ну, в общем-то, можем выучить ученик школы колдовства, заклинание школы колдовства, уровень ученик расходов вдвое меньше магии. Давайте выучим. А на это нам хватает? Нет. На адепта нам не хватает. Так что пока что в таком виде у нас все. О, наши ребятки уровень получают. Молодцы. Молодцы. Ой, что это? Опять? Что там происходит? Это уже не первый раз. Что там такое светится? Я пойду проверю. Это баг или правда что-то такое интересное? Не могу болтать. Лавина. Муж? У тебя есть муж? Муж тебе побегут? Расплескаю хоть чуток металла. А, малыш, у тебя проблемы с малышей? Тиран он распроклятый. Серебряная кровь вечный ему подзуживает, чтобы выжимал из нас все соки. Они платят нам гроши. Бьют, если делаем что-то не так. Ой, кошмар здесь творится. И где наши добрые правители нормы? Не так нравится название Маркарт? А здесь такие, такой беспредел. Да, Мулу что-то еще тип, но может мне поговорить с ним? Думаешь, уболтать этого орка? Ну, а почему нет? Вряд ли получится. Расскажи мне, кто тут еще работает? В основном ядах отросил. Мулу, на нас орется. Здесь работали люди из муравейника. Ладно, Мулуж. Куда делся Мулуж? Он же тут где-то был. Куда делся Мулуж? В пещеру залез? Нет, мы сейчас не пойдем ни в какие пещеры. Мы идем... Не думаешь, что со мной можно торговаться? А здесь у нас что? Открыть муравейник. Не знаю, что это за муравейник. Интересное название, тоже хочется посмотреть. Но сейчас что? Сейчас у нас задание добраться до торговой лавки и распродать лишнее. Вообще, Литке нужно купить одноручное оружие, потому что двуручников она, по-моему, не слишком эффективна. Так, мы пришли не сюда, как обычно. Кто бы сомневался? Ух, как высоко, да? Ой-ой-ой. Извините, я случайно. Давайте по карте посмотрим, куда нам. Правейник, стартовая башня, таверна, торговая компания. Это вот нам как раз нужно повернуть, и мы вроде как придем в нужное на место. Неуважение к закону, неуважение ко мне. Место таверна. Тогда тут? Скорее. Мой любимый забутыльник. Давай.